Здравствуйте! Сегодня хочу вам показать, как можно самостоятельно и без особого труда сделать декоративную отделку с помощью моделирующей акриловой шпаклевки. В нашем случае это акриловая шпаклевка торговой марки Fadell, называется In-N-Spat-Elevee. Материал очень лёгок в нанесении и очень просто в работе. Изначально мы имели старые окрашенные стены, но краска довольно-таки хорошая, без отсвоений. Для лучшей адгезии мы прогрунтовали грунтовкой штрайф-пут на основе кварцевого креста, чтобы у нас было хорошее сцепление с материалом. Далее мы наносим материал на стену равномерным слоем, как при шпаклевании, только так обильно, на миллиметр, на два, то есть на преступность. Наносим достаточно широко, можно ещё шире, то есть материал сохнет долго и остаётся пластичным тоже длительное время, потому что оно позволяет без труда создать рисунок, без стыка. То есть, прежде всего, после того, как мы нанесли обильным слоем на стену, надо его ещё более-менее разровнять. Снять излишки, где не наложить, подмазать. Вот, если стена большая и боитесь, что стык может застыть, если вы планируете надольше отходить, то можно оставить с краю такие большие порции материала. И тем самым, край у нас всегда останется обладой. Так как я здесь уже показал, верх у меня уже нанесён, рисунок уже сформирован. Поэтому мы доходим до рисунка материала и поверху теперь он ещё у нас остаётся довольно-таки липким, на палец ещё берётся. И теперь мы разравниваем, делая в одну плоскость, немножко заходя, она уже на радио выхода у него стены. Перед работой обязательно защитить стены уже там, где у нас сформированы, чтобы не зайти и не запачкать уже сформированные стены. Далее состыковываем уже готовый рисунок с нашей нанесённой плоскостью. Опять-таки, заходя немного на верх, то есть уже на формированный рисунок, и повторяя те движения, которые вы будете делать. Движений и техник предостаточно, можно просто-напросто полосы такими нарисовать дождико. Потом при подсыхании, когда он будет уже высыхать, всё это дело полируется и будет такая вот гладкая поверхность. В нашем случае это такие лепесточки, ракушечки, как их называют. Одна из техник марсельского лоска. Так как я говорил, что материал у нас очень долго остаётся пластичным, поэтому у нас получится очень хорошо связать свеже нанесённое с ранее отделанным, и не будет вида ни перехода, ни стыка. Такими плавными движениями, то есть вот этой вот частью носика, передней частью шпателька, мы рисуем полукружочки такие, лево-право, лево-право. Наносим рисунок диагональными полосами, для более декоративного эффекта, и чтобы у нас всё-таки не было каких-то таких ровных линий, чтобы оно между собой так сливалось и переливалось. Всегда можно вернуться, подправить, если где-то что-то осталось такое, не заметили, не обратили внимания. Поправим, смотрим по направлению рисунка, то есть если у нас здесь проблема, к примеру, мы заходим немножечко выше, смотрим рисунок, как идёт, и повторяем данный штаб. И стараемся опуститься сразу же вниз. В таком вот состоянии оставляем стену на длительное время. Часа на два, три. Ну, опять-таки, в зависимости от подложки, в моём случае три часа это самое оптимальное, так как стена окрашенная, поэтому впитываемость очень слабая. Ну, самый лучший индикатор – это ходить и смотреть, когда пропадёт блеск, то есть когда уже материал отдаст воду, уже испарится, и материал уже не будет браться на руку, на облик. Тогда мы его при этом подсыхании будем чистенькой водилочкой, вычищаем его, вытираем, ток-шот, и приминаем верхушечки, то есть опять остров... можно и так оставить, но в нашем случае мы его будем ещё тонировать, колеровательнее, вельвет декором, хотя бы, вельвет декор затонированный цвет, E421, мы будем, так как это кухня, будем улучшать моющиеся способности поверхности. поэтому, когда степень глянца полностью пропадёт, то есть уже станет матом, мы будем проходить и углодить, притваживать верхушечку. Вот такой вот результат мы получаем, после того, как делали всю стену. теперь оставляем всё высыхать, и следим за тем, как материал будет подсыхать, и становиться матовым. После того, как материал подсох, начинаем приглаживать верхушечку. Следим за тем, что консермент будет чистым. Приминание приходит где-то в два-три этапа, то есть первый раз мы слегка прошлися, пригладили, обратно оставили, его на нету, давя время подсыхать. И после того, как уже полностью высохнет, но он ещё очень длительное время будет оставаться влажным в середине. Поэтому на этом этапе мы практически, ну не на сдира, а с хорошим усилием, вводя в ладилку влажаемую под 30 градусов, мы полируем сильно. После полировки наша поверхность должна блестеть. Вот получается такой вот глянец. Также оставляем на сутки не менее, потом будем скрывать декоративная краска и вельвет декор. После полного высыхания мы приступаем к финишной отделке. Будем скрывать вельвет декор. Цвет у нас Е421, это золотистый, приятный цвет. Значит, нанести вельвет валиком нам не получится, потому что за счёт пигментов своих и крылом утра очень будут видны полосы. Соответственно, и вводилкой мы его также не нанесём, потому что будет стекать и, соответственно, больше расход. Значит, нам для этого понадобится обычная мочалка. И будем его втирать сильным, интенсивно, растирая полностью материал по стене и очень обращая внимание на то, чтобы не было у нас тёмных пятен, полполос таких. После того, как мы будем стыковать, чтобы не было полосы, надо их размыть очень тщательно. Какие-то пятнышки тёмные, светлые, они в любом случае будут, это, в принципе, и заключается в этом декоративный эффект. Процедуру надо повторить минимум 2-3 раза. Субтитры создавал DimaTorzok После того, как мы нанесли первый слой, даём стенке отдыхнуть минут 30 и приступаем к нанесению второго слоя. Всё повторяем такими же самыми движениями. В конечном итоге у нас получилась очень прочная поверхность, устойчивая к мытью, паропроницаемая, золотистого цвета с эффектом слегка подстаренного золота. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok